Первая персональная выставка в Международный день художника. Выпускница Российской академии живописи, вояне и зодчества Ильи Глазунова Вера Федоренкова презентовала свои работы в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Среди тех, кто первым оценил картины молодой художницы, оказались и мы. В этом зале звучание не только живой музыки, но и природы. Так Вера Федоренкова назвала свою первую персональную выставку. В музейно-выставочном комплексе она представила на суд зрителей 40 лучших работ, созданных в разные периоды творческой жизни. Всего у молодой художницы более 300 картин. Одна из них, копия Ильи Репина, портрет Льва Толстого, находится в музее-усадьбе Ясная Поляна. Есть такой стереотип, что художник всегда бедный, несчастный, но как монах служит свои идеи. Но я, несмотря на все это, все-таки рискнула, пошла, закончила колледж, художественный и дали шесть лет академии. Дебютная выставка собрала в Люберецкой картинной галерее настоящих ценителей и знатоков искусства. Мастерство живописца подчеркнули старшие коллеги и наставники и в то же время дали полезные советы. Не останавливаться на достигнутом, нужно переходить к более серьезному и сложному жанру. А более серьезный и сложный жанр – это историческая картина. Потому что пейзаж – это хорошо, это то, что можно у природы позаимствовать. Естественно, переработать, естественно, вложить душу. Но вот историческая картина – это то, что уже нигде и никогда не увидишь. Увидеть красоту и многогранность природы глазами Веры Федоренковой можно до 10 января. Посетителям выставки предлагают принять участие в интернет-розыгрыше и получить этюд в подарок от художника.